В этом видео мы посмотрим, как можно быстро удалить задний фон на фотографии, как можно сделать обводку вокруг выделенного объекта и как можно поместить вырезанный объект на другой фон. Все это мы будем делать в приложении InShot. Перед тем, как мы приступим, я сделаю пару замечаний. Во-первых, если мы для вырезания выберем фотографию, например, вот с такими волосами, то результат вас разочарует. К сожалению, редакторы не справляются с вырезанием волос. И если вы знаете, это вообще очень трудная задача. Даже в фотошопе нужно повозиться, чтобы красиво вырезать волосы. Поэтому выбираем фотографию с более-менее упорядоченной прической. Второе, что я хотела сказать. Если вы вырезаете объект с фотографии на темном фоне, а потом помещаете на светлый фон, или наоборот, со светлого фона вырезаете, помещаете на темный фон, то будут видны артефакты. Если же вы с темного фона помещаете на новый темный фон, или со светлого на светлый, то будет все хорошо. Итак, открываем приложение InShot, идем во вкладочку фото. Нажимаем новый, выбираем фотографию для вырезания. Например, вот такой портрет. Первым делом определяемся, какой у нас будет холст. Можем оставить оригинал, либо выбрать один на один, тогда нам придется расценить фотографию, пускай будет оригинал. Далее находим вкладочку вырезать. И происходит магия. Как видите, вырезала почти что идеально. Что теперь мы можем? Можем сохранить как есть. Тут есть еще одна интересная вкладочка, обводка. И смотрите, что тут. Можно регулировать толщину обводки и ее цвет на нижней панельке. Можно делать пунктирную обводку. Здесь также регулируется толщина и цвет. Такая еще есть обводка. Вот такая. Это как будто бы тень от предмета. Можно ее направление подрегулировать, тоже цвет поменять. И вот такие светящиеся обводки. Такая интересная игрушка. Вот такие тоже обводки. Ну давайте мы в нашем случае оставим без обводки. и посмотрим, согласимся, и посмотрим, как можно заменить задний фон. Для этого мы идем во вкладочку задний фон. Здесь сам иншот нам предлагает. Можно поменять просто однотонный цвет. Можно взять градиент. Либо вот такие предлагает нам сама программа. Но мы возьмем фон со своего телефона. Для этого мы нажимаем вкладочку с изображением картинки. Вот такой фон у меня подготовленный. И здесь мы можем порегулировать размытие этого фона. Можем сделать его более четким, либо полностью четким. И, например, расширяем нашу фотографию. Помещаем так, как нам нужно. И получили вот такой результат. И вот, друзья, теперь вы знаете, как можно быстро воспользовавшись приложением иншот, вырезать портрет, сделать обводку и поменять задний фон на фотографии. По моему мнению, иншот справляется с этой задачей очень даже хорошо. Поэтому, если было полезно, пользуйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи в следующих видео.